Здравствуйте, дорогие зрители! Вы на канале Аздару Елена Мищенко в студии. В эфире новости Центральной Азии и сегодня в выпуске мы расскажем. 27 миллионов суммани заплатили в Таджикистане за альтернативную службу в армии. В столице Кыргызстана протестуют предприниматели. В Казахстане избили представителя незарегистрированной демократической партии. 27 миллионов суммани заплатили в Таджикистане за альтернативную службу в армии. С декабря 2022 года по февраль этого года в Таджикистане одна тысяча молодых людей призывного возраста прошли военную службу в составе мобилизационного призывного резерва. Каждый из них заплатил почти по 27 тысяч суммани за месяц службы в армии. Как сообщил Азия Плюс пресс-секретарь Минобороны страны Фаридун Махмадали Зада, они проходили службу в учебных военных центрах Лохур и Таджмахал города Душанбе, на учебной военной базе Фахробот Тхатлонской области и учебной базе филиала Военного института Минобороны в Сагдейской области. Уже через месяц в Таджикистане стартует весенний призыв, который продлится до конца мая. Напомним, что в 2021 году парламент Таджикистана в новой редакции принял закон о воинской обязанности военной службы, согласно которому граждане призывного возраста могут заплатить определенную сумму и пройти срочную военную службу в рядах Вооруженных сил Республики в течение месяца. Российские власти ищут новые способы отправить на войну в Украину мигрантов. В большинстве регионов российские власти проводят облавы на молодых мигрантов из стран Центральной Азии, особенно таджиков и узбеков. Некоторые таджикские мигранты опубликовали видеоролики из Хабаровского края и утверждают, что за последние несколько недель в регионе правоохранительные органы усиленно проводят облавы на молодых таджикских мигрантов для их привлечения в ряды Вооруженных сил Российской Федерации. Раньше многие молодые таджики со своими семьями, получившие российское гражданство по программе переселения, переехали в этот регион. Столица Кыргызстана протестуют предприниматели. В Бишкеке в сквере имени Горького прошла акция протеста с участием предпринимателей, торгующих на рынках столицы. Они выступают против новых налоговых правил. Как сообщает корреспондент АЗАТК, участники акции требуют, чтобы им установили суммы налогов, соответствующие их доходам, а также просят отменить обязательное введение контрольно-кассовых машин и единый налог на торговую деятельность. При этом предприниматели отметили, что не избегают уплаты налогов. Протестующие требовали, чтобы к ним вышли депутаты и президент Садыржапаров. В Казахстане избили представителя незарегистрированной демократической партии Берека Хамедулина. Это произошло возле его дома 1 марта, о чём сообщил активист демпартии Абзал Достияров. Как пишет АЗАТК, Абзал Достияров видит случившимся политическую подоплёку, так как Берек Хамедулин – уравновешенный человек и не имеет врагов. Его ударили по лицу и убежали. Телефон и деньги в карманах не тронуты. Полиции говорят, что по данному инциденту информация не поступала. Однако сам Берек Хамедулин сообщил АЗАТК, что к нему домой приходила полиция и брала показания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова